Посмотрите, какая красота. Мы столько много сегодня печем грияды. Морис привез много мяса. Сейчас он его спалит, конечно. Там жир начал капать. Вот это сасор шерифа. Вот мы еще делаем сегодня фриты. Короче, ну, прощаются калории, даже считать не буду. Смысл. Я говорю, Лис, давай, хочу есть. Ну, вы же не думайте, что мы это сейчас все съедим за один раз. Смотрите, они шпажки такие положили, которые можно будет потом себе оставить металлические. Первый раз такое вижу. Интересно, интересно. Так, Меги здесь уже. Девчонки, ну, это у нас уже полшестого вечера. Послушайте, я тут после обеда поливала. Вообще балдела. Тут и душ мы делали, и все. И потом я поливала уже вручную. Все, девочки, пролито. Так хорошо. Прям растюшкой сейчас воспрянут духом. Там все мокро. Даже туда еще не ходила, потому что пускай травку впитают в себя водичку. Вот. Ну, что, девочки, это круглая клумба, как всегда будет. Самый последний у меня доделываться, потому что мне нужно еще, там, у меня луковицы эти есть. И надо еще какие-то растения подкупить. Так, чтобы уже начинать дело, так сразу и закончить. Вот. Все полито. Все растения довольны. Протянули эти шланги и капельный полив проверили. Вчера Мариса уже проверяла одну линию. Я-то сегодня подключала другую. Я вот вычлестила. Девчонки, опять не помню, как называется. У нас они называются, ой, они у нас называются жерофле. Вот это какой-то, это какие-то, девочки, гвоздичные. Но я не знаю, у нас был один год очень много споров. Вот видите, она у меня такая вот малиновая, такая бордовая, вернее, кирпичного цвета. Тоже огромный куст. Боже, как он плохо брался, девочки. Он просто... Потом у меня где-то веточка сама подсеялась. У меня в теплице там в одном горшке. Надо будет пересадить. Вот видите, вот здесь я сегодня вырезала такие уже старые ветки. Вообще сухие-пресухие. Но вот она вот-вот начнет цвести. Почему люблю? А этот цвет у меня такой, знаете, лавандовый. Вот. Дальше. Ну, сильно не пойду. И вот у меня она, видите, еще вон там тоже огромный куст растет. Пускай подсохнет, иначе же это... Все полилось, все тюльпаны, вся вот эта зелень. И просто, понимаете, такой балдеж. Вот прям даже чувствуется эти... Упал он у меня гиацин, девочки. Лежит вон на земле. Надо, может, его срезать да поставить в ласочку. А мэги носятся. Ну, тебя ж уже покормили. Господи. Как она тут, девочка, она с пяти часов караулят Мариса, чтобы поесть свои крокеты. Вот уже обезьяна. Вот. Тут душем поливалось. Такое впечатление, что у нас шел дождь. А смотрите, смотрите, она пошла проверять свою миску, свою гамелю. Вдруг там что-нибудь осталось еще. Так, так. Ну, пусто же все. Мэги. Мэсасюфи. Часох. Смотрите, ищет, ищет. А может еще какая-то крокетинка упала. Пылинка какая-нибудь от сухого корма. Ну, так что-нибудь. Вот. Смотрите, девочки. Скоро засветет моя камелия. Раскрасавишна. Я тоже ее поливала и поливала поверху по листу. Вот. Будет красиво. В этом году не так много бутонов, как в прошлом году. Но это, девочки, и к лучшему. Я же ее в том году прорежала. Потому что, когда очень много бутонов, она сидит в горшке. Ну, они не могут питать все цветочки. И растение просто мучается. Марису, девочка, сегодня чистоту наводил. Вода есть. Так он тут уже мне все почистил. Я говорю, о, что-то у тебя сегодня чешется все. Руки. Он говорит, так с водой так хорошо. Я говорю, горячая вода есть? Нет. Еще нет. Он ее прикалывает, конечно. Помните, откуда мы привезли этот колокольчик из Костыляна? Когда мы ездили в классный такой променад такой в город. Помните, как было здорово? Как мы там все охали. Ну, вот этот кусочек, смотрите. Вот она, летняя кухня, да? И вот этот вот здесь напротив. Здесь вот камелюшка моя. Сегодня пока тут поливалась душем. Три камелия упала. Да вон еще лежит цветочек. Осыпается уже. Девочки, смотрите. Это вот моя сареветта. Это чабер этот садовый. Я здесь подсадила. Хочу, чтобы он вот сюда вот так вот прям падал. Вот, красиво. Он цветет очень красиво с синеньким. И вот я подсадила, сходила, выкопала возле своей мушмулы. Новый. Такие корни гарные. Это петрушечка кучерявая. У меня в том году обычная здесь петрушка была. А так хорошо я готовлю. Так, так. Срезала. Вот в этом, кажется, все, девочки, нужно менять. Все старье. Ну, я здесь покупаю такие, знаете, которые падают. Вот отломалась у меня вот эта вот моя жируфле. Надо попробовать ее укоренить. Они хорошо, кстати, девочки, укореняются. Другое дело, что у меня нет укоренителя. Надо купить. Так, а вот здесь, посмотрите. Видите, вот. Видите, вот зеленушечка. Это, девочки, душица. Это орегано. Вот она у меня была в таком горшке высоком, тонком. И вот она там уже задыхалась. Так я тут и подкормила его. Заодно и вот тут у меня клематис вот есть. Тоже на одной ноге стоит. Ну, вот он там вверху уже даже и выдает. Вон, видите, уже видно. Есть листочки. Короче, потихоньку, потихоньку, девочки, сад оживет. Все наладится. Подкормила сегодня. Девичий виноград. Пролила его хорошо. Здесь вот эта мелиса. Он, видите, как дружненько проклевывается. Я говорю своему мужу, нам надо вот это удалить мой шалфей. Вот этот. Ну, я там веточки перекопаю, они возьмутся. Это даже корешок. И полностью все перекопать. Наносить сюда навозы. Поднять, во-первых, нужно ко мне. Немножко повыше. Насыпать все заново. Сделать такое это. Ну, там проходик так на четыре квадратика разбить. И сделать все этот уголок для пряных трав, ароматических этих. Ну, так вы же понимаете, это же тоже, вот оно кажется, что здесь три сантиметра. А здесь, девочки, на полдня работы. Тут вообще не земля, тут уже цемент цементом. Вот, пролила тоже гортензию. Смотрите, как она хорошо идет. Меги, меги, девочки, она ходит. Косточку вчера дядь сказал нам. Вот, она ее пойдет, закопает такая. Потом пойдет проверит, взяли, не взяли. Потом притащит, начнет ее грызть. Марис вот привез мне этого навоза, целую тележку. Уже хотел вот сюда бросать. Я говорю, о, нет, 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 нет. Хорошо было рядом. Он бы сейчас меня нафигачил здесь бы сверху и пошел. Вот розочка, девочка моя, не очень. Не очень она берется. Вот буквально тут две почки есть. Но ничего, может быть, и возьмется. Это вот и свой желе. И свой гель на русском языке. Вот моя красавица. Поэтому я пойду уже. У нас сегодня очень прохладно, очень хмуро. Я тут и в шапке, девочки. И в жилетке. И шарф замотанный. Сегодня я вымыла голову новым шампунем. Опять смазывала все, девочки, алоэ вера. Пробуйте. Может быть, я вам видео запишу. Ну, какая красивая камелия. Ну, я балдею. Ну, есть еще маленькие бутончики. Так что подсветет она еще. Ну, в принципе, девочки, и все. На заднем дворе тоже все пролила. Ну, вот мне еще надо... Вот это вот в большом ведре, это мята перечная. А здесь у меня мята такая, какая она там была? С имбирем, с вкусом имбиря. Еще какая-то шоколадная, по-моему. Я уже их подкормила, только теперь осталось мне их прочистить еще. А перечную мяту хочу куда-нибудь, девочки, посадить в землю. Я иду тихонечко, потому что нет у меня селфи-палки с собой. Буду это... трясется камера. Посмотрите, какая красота. Розмарин молодец. Как он долго, девочки, переживал то, что его было обрезало. Так он долго не хотел, вообще не хотел цвести. Ну, тут уже все взялся. Запах стоит, конечно. Здесь вот это я вчера вам снимала, эту красивую картинку. С персиком диким. Что говорила, хотела, чтобы была бы лучше эта. Миндаль, чтобы был. Ну, вот там вот на миндале, девочки, у нас. Вот видите, еще висят эти косточки миндальные. Ну, орешки сами. Вот они упадут и, может быть, сами и прорастут. Интересно, что белки их не съели. Прыгали тут в том году эти белки. Конечно, белки. А там, вот смотрите, как цветет дерево. Сверху вот это вот, видите, вот это беленькое. Вот это быстрее всего, девочки, цветет не миндаль, а слива. Тоже красотень такая. Так, сегодня вот солнца нет, уже и темнеет. Видите, у нас тоже вот миндалевое дерево. Вот оно давно, девочка, сидит. Прямо там под бассейном. Я все его хотела удалить. Марис не дал. Но дело в том, что корни-то идут под бассейн, понимаете, чтобы там не пробило, там все. Пролило сегодня тоже. Да, это я первый раз, наверное, поливала эти розы. Вот. Это что-то... Как же они у нас меня называются? Это на срезку идет, на букет, на букву А. Акапелла. А это шартроза Дупарма. Такая она фиолетовая, такая обалденная, такая вкусная. Тоже была тут захерела. Я в том году хорошенько почистила. Ну, смотрите, как здорово наросла. Это тоже я эту акапеллу хорошо порезала. Но вот акапеллка молодец какая. Видите, она снизу дала из земли новые побеги. Что в наших случаях здесь очень-очень редко бывает. Там, девочки, видите, букет нарциссов. Ой, нарциссов, гиацинтов. Сейчас я вам тут, девочки, понаговорю. Все цветы, которые вообще существуют в мире, сейчас переберу. Это вот они еще от Мариса. Вот сколько я здесь лет живу, столько они там есть. Я уж не знаю, когда он их там сажал. Либо это мыши, девочки, их принесли туда, подсадили. Эти луковицы, не могу сказать. Он поливался, надо вылить из чашки нижнюю воду. Вот пиончик сегодня хорошо пролился. Я его почистила. Тут мы позавчера копали с Марисом. А вот видите, вот разработан такой участочек, да? Это я попросила Мариса. Я же жду розы. Две розы новых придет. Вот. И у меня вот здесь, на этом участке, вот здесь, есть три розы целых маленьких, которые ничего не растут. Я хочу их всех в тот угол всадить. А сюда посадить только одну единственную. Вот. Ну и здесь, девочки, посмотрите, здесь полно тюльпанов. Вот. Нарциссов мало у меня. Вот они желтые, да, на самом деле. Вчера показывали, ходили по лесу, там люди нашли где-то полянку этих диких нарциссов. Они называются жанки. Вот они желтые. Вот. Ну вот эти все нарциссы. Вот мне написала одна девочка, что Алла, нарциссы белые, это у тебя жанки. Ну, может быть, девочки, это жанки, но они, мы их покупали в магазине. Вот. Я нигде их не собирала. Вот. Возможно, это такую же культивированную сорту. Ну, не думаю, что девочки нам продали. Там были смешаны они эти, как луковицы. Вот. А вообще, да, на самом деле, желтые нарциссы дикие, так и называются жанки. Вот. Смотрите, какое прекрасное ведерко. Решила я не трогать. Пускай цветет в этом году так красиво. И потом, конечно, я их пересажу в землю тут вот по краешку. Потому что я здесь еще, девочка, ничего не чистила. У меня здесь достаточно много лилий. Поэтому уже как сейчас, я уже боюсь. Я сейчас только лопатку туда всуну. Все луковицы это. Покуцию. Ой, надо полить мне свои анютины глазки на окошке. Вот. Вот здесь вот хотела тоже одну розу сажать. Вот здесь будет пассифлора, чтобы закрыть вот эту вот трещину на стене. Вот здесь вот, девочки, вот у меня розы красивые. Потом там у меня две очень больших, шикарных лилии. Вот одна дытка в том году давала там букет целый. Тоже сильно не копаю. Но я тогда вот чуть-чуть за этой розой поставлю горшок с фуксией, с новой. Здесь ей будет и тенечек, и солнышко. Здесь будет хорошо. А вот сюда вот где-нибудь я поставлю, девочку, где-то вот, вот прям, может быть, на дорожку. Потому что вот здесь вот у меня пион полезет травяной. Вот видите, пустое место. Здесь вот это сердце Марии. Это децентра. Вот она здесь. Вот видите, уже видно, вот она, вот она, вот она, вот она вылазит. Вот я палочку специально, индикатор поставила. То сюда вот мы розочку эту мою подсаживали. Вот, моя хорошая. И прямо вот здесь, вот в уголочке, что здесь небо чистое, поставлю свое ведерко с эвкалиптом. Эвкалипт, девочки, вот сколько мы его купили? Ну, еще две недели не прошло. Ну, может быть, две недели, да? Он так хорошо подрос, вы не представляете. Ой, ну прямо эти гиацинты, ну, шикардючие. Вот, мои хорошие. А это у нас, видите, вот какие капельки золотые. Я когда занималась бриллиантовой, когда занималась с девочкой фотографией, я все время с них это, делала фотографии после дождя. И вот здесь вот у меня оливковое дерево, да? Вот оно вверху. И оно было такое огромное, ветки. У меня такая есть фотография, я капельку фотографировала, а в капельке оливковое дерево в изображении. Смотрите, какие они хрустальные. Вот, бутоны у меня уже, вот, девочки, на пионе есть. Пион очень старый, бутонов не очень, девочки, много. Они есть, но их мало. Но вот у меня, видите, что радует, вот из земли лезут новые веточки. Вот там, такие две красивеньких, поэтому слава богу. И я его, мне посоветовала моя подписчица, я его почистила осенью и весной не трогала. Весной я пришла, вот у меня тут была вообще, ну, старая ветка, она была такая вся эта уже, мертвая. Вот, поэтому я ее отрезала, а так все больше не трогала, только чуть-чуть тут почистила. Ой, как-то я тут свои тапочки вам показывала. Вот такие вот дела. Так что, девочки, вот этот вот у меня еще не паханый край. Вот, то есть мы тут пройдемся, так сможем. Я то там что-то дерну травину, то там травину. А вообще вот этот уголок, он еще у меня не обрабатывался вообще. Потому что я же хочу поехать взять все, взять все-таки, у меня лаванды взять. Потом здесь, девочки, я буду высаживать, у меня же 5 черенканулов в прошлом году, свой этот шалфей, который у меня на большой клумбе, который огромные кусты. У меня там 5 или 6 росточков. Вот, но я же жду розы. Мы что-то здесь должны посадить одну розу или две даже вот на этом вот, на промежутке. Там у меня жасмины, жасмины в ужасном состоянии. Просто в ужаснейшем, девочки, не знаю. И вот эти вот жасмины, девочки, вот они у меня все разные. Вот, который у меня на тоннеле, он все время зеленый. А здесь вот видите, краснеют вот эти листья. И мне кажется, они потом еще будут и падать. Вот, поэтому здесь работы еще много, но вот мне надо, девочки, когда у меня уже все будут мои цветы, когда вот я уже сейчас все распределю, привезем лаванду, чтобы уже заняться, сразу так, 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 все оформить. За день, может быть, и не получится, но за два получится. Вот, а здесь вон тоже клематис, смотрите, видите, зелененький. Тоже, девочки, вот одна единственная ветка. Я не знаю, вот он идет, как я его купила с этой одной веточкой, так она и сидит, одна веточка. Я не знаю, ничего у меня не раздваивается тут. Я тут начала немножко резать, послушайте же, жасмин, умерший. Ну, вот резала вроде мертвую ветку, а отрезала зеленые листья. Птицы, слышите, как поют? Девочки, ну и вот эта вот ржавчина, вот эта вот вся девочка ржавчина, это нечто. У нас тут, конечно, стареем все, да, слов нет, но вот здесь это вообще жесть какая, гляньте. Вот вам Франция. И вот, девочки, мне очень нравится вот этот вот дикий розмарин. Он такой какой-то мелкий, но вот он все время, он цветет совсем под... Вот я сейчас дотронулась, запах пошел. Ну, вот этот вот дикий розмарин, который вот цветет вот на калинах, там, ну, куда, на прогулке мы ходим, в горах там где-то везде, да? Вот. Послушайте, выкопали мы вчера, у меня прям там вот затеплится, заговорил муж, давай, говорит, в дырки посадим эту калину, эту лавролисную. Я говорю, слушай, ну почему бы и нет, у нас вот везде вон ограничители, но здесь вот, понимаете, я ему говорю, нужно выкапывать ирисы. Ирисы душат корни быстрее всего, хотя у ирисовых корней такие плоские. Вот, и это, вот сюда, но здесь, смотрите, здесь, может быть, и закроем дырку. Я говорю, давай попробуем, там прям такой хороший кустик мы выкопали, он прям в это, посадил его в это, в горшок, ну и в горшок, в ведро такое, да? Вот сюда надо попробовать всадить его. Такая дырища стоит, вон елочкой прикрыли. Ну, он там спускался вчера, девочки, смотрите, все уже. Это форцизия начинает свистеть. И я вот сюда подсадила, вон, прутик этой форцизии. Ну, тут вот я стянула, видите, он пробьется, конечно, он закроет мне эту дырку, только когда. Здесь вон уже все зацветает. Здесь олипковое дерево. И вот эта вот калина лавролисная, вот. У нас здесь, смотрите, сколько ее. Тут вообще. Вон, целые поля. Только он спускался, смотрел, молоденький тоже, девочка, чтобы подкопать, надо же, чтобы был как бы отдельно молодой корешок, иначе не получится. Вот здесь у нас им вот полным-полно всего. Это все, девочки, наша лестница. Вот. И здесь, конечно, тоже вон скок. Ой, а вот здесь вот я вам покажу, так, чтобы не навернуться. Так. Вот здесь вот, да? Вот это вот, вот это вот вся вот, вот этот проход. Здесь девочки в свое время. Еще не было ни вот этих калин, ничего здесь не было. Здесь была пустыня, вон до самой этой дороги. Я здесь сажала тюльпаны, нарциссы, да, всякие там весенние цветочки. Даже, смотрите, вот сюда потом уже ирисами принесли. Вот тут вот несколько ирисов есть. Вот мишеловка у нас тут стоит. Это вот у нас на курьих ножках, это наша, это подсобочка. И ничего, девочка, не растет. Вот здесь вот эти все, вот видите, эти ступени, эти банкао, у меня все было. Там всяких там типа познежничка, эти ромашечки, эти первые цветочки. Ничего, девочка, не растет. Поэтому уже давно я ничем не занимаюсь. Здесь вот видите, у меня лавровое дерево. Куда она идет? Лавровое дерево у нас с первого дня куплено, как мы начали жить с Марисом. То есть с 2006 года. И вот видите, куда она идет? Вверх. Ну вот здесь, это вот у меня бульдонежа, вот этот огромный куст. А сверху вот закрываешь мимозу. Так я вот хожу и думаю, может, ветку мимозы вырезать? А эта девочка у меня гибискус, этот ибискус, вот этот кустик, который вот отсюда с балкона потом виден. Вот, тоже он неудобно. И как-то он, девочки, не кустится уже. Сколько тут вообще было один прутик. Вот я его так потихонечку подрезала, подрезала. Мало кустится, конечно. Так вот, вот это вот тоже вот бульдонежа, послушайте. Его можно, конечно, резать. Но опять же, так вот я его вижу с балкона. Вот видите тут, какая у нас, какие перепады у нас с этим. Девочки, вот кто не знает, кто не знает, вот этот балкон был выстроенным. Еще мы с мужем когда только начали жить. Еще ты молодые, были красивые. Вот. И я уехала, и у нас терраса заканчивала вот здесь. Вот видите, вот здесь. Все. И потом был такой вот, ну вот обрыв. Сразу вот это вот. Лежало тут у нас такое, как бревно такое разделительное. И вот мы тут ходили-ходили, что-то кушали. Решали, что тут можно сделать. Я говорю, конечно, было бы хорошо так продлить террасу. А то мы не помещали, знаете, вот отсюда. Когда большие праздники. Но нам было мало места. Ну вот, короче. Уехала я в Беларусь. А я же уезжаю так на полтора месяца, на пять недель. Слушайте, мой муж мне звонит. Вот, посмотрите, фотографии прислал. Там куда-то уж не помню куда. И он мне сделал, девочки, этот балкон сам один. Поставил сваи. Вот. Так что, девочки, это балкон от Ромео для Джульетты. И пока у нас тут не было вот это все, не разрослось. Вот эти все мимозы. У нас тут не было ни этого вот, ни миндалевого дерева. У нас такой был хороший вид на это, на гольф. Прямо тут это, прям стояли, наблюдали. Вот такие вот дела мои красавицы. Такая вот история у меня. Все, девочки, все сделано абсолютно своими руками. Я когда приехала, у моего мужа вот здесь вот на этом месте. Вот еще ничего не было. У нас еще не было ни летней кухни, ничего. Вот, у нас на этом месте было этот... У него стоял такой барбекюшечка как бы. Такой, знаете, такая печечка маленькая. Жарит барбекю. Вот этот тоннель, вот этот железный тоннель. Вот мы с ним начали встречаться. Он только его решил поставить. Вот когда я там приехала, еще там... Где-то есть фотографии. Вообще все вот это еще было. Все голое, ничего здесь не было. Потом ему сварили вот этот вот тоннель. Потом мы спланировали. Еще мы не жили вместе. Он уже хотел закладывать кухню. Вот этот вот угол мы придумали. Вот, и это как-то уже потом я отсюда начала приезжать. Потихоньку приезжать. Вот. И вот так вот, девочки, у нас и началось это. И где-то через год только, когда я уже начала жить с ним, со своим мужем, я начала закладывать уголок, сад. Потому что вот эта круглая клумба, вот эта у него была всегда. Вот не было этой зеленой как бы за этой... Как она, господи, как ее... За городе. Вот, ничего здесь не было. Вот на месте вот этой шелковицы у нас была. Тут слива дикая, которой потом сливы падали, цветы. Все, у нас, видите, как сразу заходишь, нету ничего. Ни веранды, ни коридорчика. Короче, девочки, боже, здесь столько работы сделано. Здесь столько денег вложено. Здесь столько земли навожено, накуплено. Сколько тут цветов поменялось. Сколько... Они, понимаете, они вот возьмутся там, пару лет побудут, все, погибают. Сколько сюда вложено денег, сколько сил, сколько я тут, девочки, привела в саду этих часов. Поэтому сейчас я ковыряю с девочкой, даже скажу вам по-честному, больше для удовольствия. Вот я потихонечку делаю все. Ну, вот видите, сегодня там пошла, там две растюшки пересадила вот туда. Подкормила сразу, пролила, пошла розы на заднем дворе, закрыла цеплицу, занесла томатами. Там 4 или 5 томатиков. Вот, яблони еще спят. Пролила яблоньки, потому что туда вот этого голубого удобрения, там пожменька, что я везде бросила. Это у меня этот тархун, ну, как он по-другому называется. Вот сухой такой вот торчит. Надо обрезать, он потом возобновится новый. Вот. Здесь я тоже подела розы. Там вот наши эти олеандры новые. А вот тот вот на круглой клумбе, вот там вот за бассейном олеандр, девочки, придется мне, видно, его обрезать. Мы его пересадили, и он не хочет. Вот, короче, девочки, ну все, я уже по третьему кругу пошла. Уже же я сюда приходила. Все, мои хорошие, давайте будем обращаться. Всем пока, ваша провансалочка. Я говорю, давайте я вам хоть покажусь. Девочки, ну а что мне вам показывать? Я стесняюсь вам показываться, потому что я же, смотрите, как я хожу в своих рабочих одеждах, в этих, в шарфах, в шапочках. У нас достаточно прохладно. Все, мои хорошие. Пока еще раз. До скорой встречи в моем саду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова